Ну все, слава Богу, началось. Мы вернулись. У меня завис телефон, я не знаю, что случилось, просто загорелось яблоко. Кофе с молоком – это полноценный прием пищи. Интервалы мы уже выяснили, между пищей должны быть 3-4 часа. Молоко, оно вообще очень пагубно влияет, оно у многих вызывает целлюлит, потому что молоко мы какое пьем? Мы пьем пакетированное молоко, это не настоящее молоко. Настоящее молоко дает коровы, ты его выпил, и оно всего лишь 4-5 дней максимум годно. А то молоко, которое стоит на прилавке, которое по 2 месяца и 3 можно хранить, это… извините, не могу не забанить человека. 1 секундочку сблокировать, стало легче жить мне. Это молоко, оно не настоящее, это крахмал. Отвечу на все ваши вопросы, дайте лекцию, можно так сказать, дочитая. Вопросы потом все обязательно на вопросы отвечу. Так вот, молоко – это все химия, и когда вы пьете кофе с молоком, оно у вас не усваивается, и это полноценный прием пищи. То есть, например, вы выпили кофе, обязательно должны выпить стакан воды. Вы должны в день выпивать 8 стаканов воды. Прямо должны записывать это, и должны вести дневник. Что такое дневник питания? Вы начинаете… кстати, в Apple Store очень много разных программ про питание. Прямо записывать можете, можете подсчитывать… а если кофе со сгущенкой? Сгущенку вообще забудьте, нет сгущенки, это калории, это быстрые углеводы. Обязательно… вы можете потом просмотреть предыдущую часть, когда я рассказывала все, вы можете нажать дневник плей и посмотреть, это уже вторая часть, мы переходим к дневнику питания. Дневник питания – это вещь, которая вас, так сказать, дисциплинирует, да, и когда вы ведете этот дневник питания, вы уже понимаете, что так, я уже это съела, и это съела, и это съела, и когда вам нужно поесть, и сколько вы воды выпили, обязательно вода, она помогает расшеплять и выводить быстрее жиры, которые сжигаются у вас за счет того, что вы… конечно, нужно делать упражнения, зарядка утром, зарядка вечером. Какие? Сейчас очень… в Google Play тоже есть, да. А вы знаете, сейчас очень много супер-классных видеоблогеров, которые показывают, как нужно заниматься, как качать попу, пресс и так далее. Шон Ти есть такой. Парень – это огонь, это просто нечто. Я попробовала немножко, я еще не до конца выздоровела, мне нельзя заниматься спортом. Шон Ти. Итак, Шон, пробел Ти. Вот этот парень, он просто мега крутой. Все упражнения, которые он показывает, они настолько четкие, они энергичные, вы худеть будете и накачиваться, у вас не будет перекачанного сложного веса, то есть какие-то там нереальные мышцы, если вы хотите сохранить женственную фигуру, но при этом… да, это и есть дома. Включаете в компьютере Шон Ти и занимаетесь под него, качаете себе пресс, ноги, попу, все. По-русски можете прямо написать Шон Ти. Кто-то с ним уже занимается. Так вот, смотрите, сейчас я вам покажу специальную таблицу, в которой приведены примеры. Ведь многие не знают, да, углеводы, белки, что к этому относятся, как это совмещать. Еще я эти таблицы буду обязательно выкладывать в свой инстаграм, а также называется Юлия Лысенко. И давайте начнем, наверное, с таблицы, про которую я вам говорила. Смотрите. Смотрите. Углевод или белок должны занимать не менее 2 третьих объема порции. Овощи или зелий могут выходить из суммарного объема порции еще на 1 треть стакана. Итак, что такое углеводы при нашей диете? Углеводы это рис. Бурый, красный, черный. Рис только такой. Белый рис это сильные углеводы, быстрые, они нам не нужны. Далее. Булгур, гречка, пшеница, овсянка, перловка, ржаные хлопья, палба, кинуа, цельнозерновые, хлеб, цельнозерновые, макароны, смесь хлопьев разных круп. Белок животный, мясо, говядина, телятина, кролик, птица, курица, индейка и так далее. Рыба, белая, красная, морепродукты, яйца, творог и сыр. Белок растительный, фасоль. Куча видов на самом деле действительно фасоли, когда с этим сталкиваешься просто в шоке. Даже не обращаешь внимания в магазине, хотя на самом деле все есть на прилавках. Значит, маш, нут, соевые бобы, тофу, соевого спаржа, соевое мясо, все проростки, все овощи и грибы. Это клетчатка. Смотрите внимательно на размер порции. Вот ваш стакан, да? Вот 250 миллилитров, да, например. Ну, это белок или углевод, а это клетчатка. Нужно это совмещать вместе. И повыше. Ну, давайте вот так вот сделаю несколько минут, чтобы, несколько секунд, чтобы это было возможно прочитать. Видно? Фоткайте. сфоткали? Классно вы придумали. Тогда давайте следующее, да? Давайте с вами еще, если вы хотите, я вам покажу список. Список того, что нужно купить в магазине. Вы сфоткаете. Это список, который даст вам возможность, придя в магазин, пройтись грамотно по прилавку, между прилавками, да, и купить себе продукт, который вам можно употреблять. Смотрите. Фоткайте. В инстаграм выложу. Ну, давайте приблизительно тогда посмотрим, что можно, да? Вот смотрите. Начнем с овощного отдела. Овощи, огурцы, помидоры, болгарский перец, морковь. Тут я думаю, что вы видите, можете быстренько сами прочитать. Это то, что можно при диете. Хороший список, руководство, как можно руководствоваться сюда в магазине с этим списком. Приходите, покупаете, берете вот эти вот все вещи в бокале. Внизу бобовые написано, что можно. Вода. Я выложу это в инстаграм. Собственно говоря, вот так. Мы обязательно с вами, да, может быть не сейчас, я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Это такое, как бы, краткое введение, да. Я обязательно расскажу поподробнее, что я делаю, занимаюсь ли я спортом. Сейчас будут вопросы. Если вы будете кушать правильно, если вы будете выдерживать эти интервалы и кушать, понимаете, кушать, потому что если вы не будете кушать, происходит следующее. Вот вы не кушаете, не кушаете после 4, а потом в 10 часов, да пошло оно все, горе оно огнем и шоколадку заточили, и это плохо. А когда вы кушаете и углеводы при этом кушаете, да, правильные углеводы, медленные углеводы, да, которые не так вредны для нас, они вам дают силы. Поехали, отвечаю на вопросы. Задавайте, на какие массажи ходите? Еще не хожу на массажи, но обязательно буду ходить. По опыту знаешь, что массаж лимфодренажный, который гонит воду, да, застой воды, он самый-самый хороший. Творог какой покупаете? Кому доверяю? Вообще очень понравилось, в последний раз покупала русский творог и вообще люблю их продукцию, очень все вкусненькое и свежее. Супы тоже можно, безусловно, очень можно прекрасно сварить, например, овощной суп на мясе или курице. Можно, это все можно. И очень классно, например, брокколи, сварить, крем-суп сделать брокколи, можно в каком-нибудь мясном бульоне, да, и лучок туда, но, конечно, мы забываем про какие-то сливки, это все мимо. С чечевицей, да, ну вот там вот есть список, добрый вечер, кто присоединился, которые вы можете использовать. Творог можно. Творог лучше даже не обезжиренный, а низкопроцентной жирности. Обезжиренный творог вообще, ну это ничто, он не нужен, он вредный. Кофе можно без молока, да. С молоком кофе это отдельный прием пищи, и он не усваивается так. И вообще после кофе нужно пить воды обязательно. Выпил чашку кофе, выпил чашку воды. Сложные углеводы с белками, а вы не похудеете, вы имеете в виду от быстрых углеводов, их вообще нельзя употреблять. Вы знаете, фрукты это отдельная, конечно, история такая вот. Это же безусловно все равно углеводы, да, это сахар. Конечно, можно себя побаловать каким-то фруктом, можно скушать, я не знаю, там яблоко, например, или еще что-то, ягоды, но фрукты это зло. Лучше съесть куриную грудку с огурцом, там я не знаю, да, чем фрукты. Каким видом спорта занимаетесь? Вы знаете, у меня сейчас нет времени ходить, я собираюсь на фитнес, я болела, у меня был бронхит, нельзя было заниматься спортом долгое время, потом у меня было воспаление легких, вообще все сразу, абсолютно. Поэтому как-то вот запустила я, бегают мне в погоне работы, дети, и все это все вместе. Банан кушать нельзя, норм кушать банан с нутеллой. Минимальный вес у меня был 54 килограмма летом, когда вот я похудела после первого ребенка, но у меня была большая ошибка, я мало занималась спортом, кожу потом долго в тонус приводила. Я считаю, что... ну, не то чтобы я так считаю, так считают все диетологи и люди, которые сталкивались с таким похудением, что нужно заниматься спортом сразу, потому что когда ты уменьшаешься, у тебя обвисает кожа, а когда ты начинаешь качаться, у тебя мышцы, которые, мышечный корсет начинает нарастать, он помогает придерживать кожу, и вообще кожа становится в тонусе. У меня две девочки. Да. Едем дальше. Что делать, чтобы не срываться? Вот я честно скажу, когда я сидела на диете после того, как родила Арина, у меня было три срыва. Я помню, я сожрала на ночь просто все шоколадки, которые были в доме. Я потом так себе винила в этом, просто ужасно. Поэтому, чтобы не сорваться, есть такая хитрость. В конце недели, в конце диеты, в конце недели вашей диеты, вы берете и позволяете себе днем съесть какую-то сладость, то, что вы хотите. Во время диеты вообще не рекомендуется алкоголь, тем более вино калорийное, это виноград, и, конечно, оно задерживает обменный процесс, не стоит. Можно похудеть без спорта. Вот я сейчас худею без спорта. За неделю три килограмма. Можно. Но, понимаете, спорт, не обязательно вам ходить в зал, особенно девочкам, женщинам, которые сидят дома. Слушай, нельзя там белый рис, он калорийный, которые сидят дома. Включайте видео разные на ютюбе, их миллионы. Я могу даже сейчас набрать что-то в ютюбе, то, что мне нравится. Если хотите, можно посмотреть, попробовать. Дело в том, что вот есть Шонти, который сейчас очень-очень всем прям, не знаю, приглянулся. Действительно классный парень. У него классные упражнения. Но я вот когда худела, и когда после Аришки, не знаете, кто понравился? Мне мой муж показал. Идеальный пресс за 8 минут. И точно старое видео, но вот, все нашла. Смотрите. Идеальный пресс за 8 минут. Огонь. Объясняй, почему огонь. Вот такая веселая здесь музыка. Да, точно что. Ну ладно. Здравствуйте. Начинаем 8-минутный комплекс упражнений для пресса. Сейчас мы не будем это все просматривать, но... Сейчас я выключу звук. Смотрите, да? Буду рассказывать, чем классно это упражнение. Сейчас вот появилась уже здесь шкала. Это как здесь секунды показывается, сколько еще нужно делать упражнение здесь, сколько осталось. Вот. И вот здесь вот будет каждый раз появляться, что вы подходите, да, под конец тренировки. Идеальная попа, есть идеальные бедра. Вот здесь вот 27 секунд осталось выполнять вот это вот упражнение. Он говорит, просто я отключила парня, иначе это будет каша. Он считает за тебя, да, и 1, и 2, и 3, и там уже есть перевод. И это классно. Это ничего сложного. 8 минут, в принципе, есть у каждого человека. Но результат вот у меня, по крайней мере, был очень хороший. Я в Испании летом занималась целый месяц. 10 килограммов за 3 месяца? Да, конечно, реально. Люди скидывают просто так объем. А потом, вы знаете, вы не равняетесь еще прям сразу. Многие худеют и думают, вот, вроде бы я похудела, но что-то весы стоят. Не сразу вес уходят. Не сразу на весах, а объемы уже уходят. А какие процедуры для лица ты делаешь? Давайте поехали. Процедура для лица. Ну, вот вы знаете, я не делаю процедур для лица никаких практически. Я делаю один раз в полгода, может быть, чистку. Хотя по линии полгода я не делала еще ни разу. Наверное, даже больше. Я пользуюсь кремом на ночь, сывороткой. Ну, просто кремами пользуюсь. И все. Могу походить на массаж. Еще есть биоревитализация такими, как бы, как с, как это сказать, токами вводят у тебя по лицу. Прилив крови там, что-то такое. Ну, в общем-то. Давайте сделаем отдельно про лицо лучше разговор. Я вам покажу все. Возьму все тюбики и расскажу вам, да? Мое меню сейчас, если вы к нам ну, я, например, что сегодня я отварила себе кинуа. Кинуа варила на свекольной воде. То есть, прям свекла. Я ее поварила после закипания 15 минут, на дольки порезала и бросила туда кинуа. И кинуа у меня получилась такого розоватого цвета. Потом я достала эту свеклу, перемолола в блендере, все перемешала. Очень вкусно, так сладковато. И сверху можно фету, сыр положить. У вас будет, ну, белок. Белок с углеводом, ну, немножко можно фета. Прикольно. Я рассказывала, сколько я вешу. Все есть в моем инстаграме Юлия Лысенко. Хлеб подсушенный в тостере теряет дрожжевые свойства и не прорваться с него. Что думаешь? Можно хлеб днем? Можно. Почему? Можно. Знаете, еще очень можно очень вкусно эти, как они? Мне телефон садится. Как они? Продаются в упаковках красных. Ну, не крекеры, а как это называется? Господи, боже мой. Хлебцы! Вот. Их тоже можно кушать. У меня супер вопрос, как похудеть. 3 килограмма за неделю. Слушайте, ну вот придерживаться вот этого меню, вот этого рациона. Пять раз питаться, пить много воды. И вы тоже скинете. Поверьте, главное захотеть. Действительно. Вести дневник правильно так. Вы можете скачать в любую программу дневник питания. Так, напишите в Apple Store или в Google Play, и у вас обязательно появится там время. Там, например, 8 утра. Вы пишите, выпила стакан воды. Там, 8-10. Там, съела то-то-то. Там, тра-та-та-та-та-та-та-та. Вот. И хочу сделать принц-клей. Мне килограмм будет 10. После вторых родов никак не могу. Дневник питания. Вот у нас тут не может понять все. Я не считаю калории. Считать калории бессмысленность. Все равно мы их правильно никогда не посчитаем. Это невозможно. Арахис не жареный как перекус. Вы знаете, вы считаете, что это хорошо? Нет, ну можно, конечно. Там жира много. Вообще, в виде перекусов нужно употреблять либо клетчатку, либо, например, выпить ряженку или кефир. Можно выпить. Кисломолочное можно до 5%. Орехи и кашу. Нет. Это белок с углеводом, каша. Лучше всего так. Смотрите. Белок с клетчаткой, либо углевод с клетчаткой. Привет, Катя. Неожиданно у меня уже пропадало сообщение, но я прочитала. От молочки тоже ведь целлюлит. От молочки целлюлит, да, совершенно верно. От молока особенно. Если это кефир, если это молоко, вы должны покупать молоко, которое годно 3-4-5 дней. Это настоящее, натуральное, а не то, которое пакетировано и погоду может жить. Кофе с молоком нельзя, к сожалению. Молоко с кофе считается полноценным приемом пищи. И вы должны четко понимать, что если вы пили кофе с молоком, то вы еще 2 часа ничего не кушаете. И обязательно после этого выпиваете стакан воды. Каждый раз после кофе. Мы сделаем следующим образом, поступим. Я вам обязательно скину в инстаграм вот эти все таблички постепенно. Разгрузочные дни. Вы можете найти любые в интернете разгрузочные дни. Кто-то сидит на огурцах, кто-то на арбузах даже сидит. Вы ничего не пропустили? Рассказываю. Все, кто к нам приснился сейчас, вы можете зайти в мой перископ и посмотреть. Там еще, по-моему, 2 дня будут висеть эти видео. Вы можете посмотреть. Там и таблички. Там все-все-все-все есть. Это вы про себя написали были 54, пошли рожать 98. Нет. Я, когда забеременела, я весила 62, по-моему, килограмма. А пошла рожать 96. Вы неправильно меня поняли. От первой беременности есть растяжки, от второй нет. Растяжки очень классно убирает лазер. Я делала лазер у косметолога Арины Киреевой. Вот у живот она мне очень хорошо подтянула. Кожа, конечно, в тонус приходит от лазера. Я не могу сказать, что они прям убираются совсем. Нет, конечно, нет. Такого не произошло. Но то, что кожа подтягивается, да. Так, а на груди? На груди, слава богу, нет ничего. Щечки были. А сейчас, видите, похудел. Вот все-таки как-то 3 килограмма, это вроде по весам. Но я говорю, как-то вот объемы уходят. Кофе, скраб, это да. Что еще? Какие у вас есть вопросы? Вы можете мне задавать, например, мы можем договориться. Мед можно, да. С утра можно мед. Мне не хочется сладкого даже почему-то, не знаю. Наверное, потому что я сыты всегда. То есть у меня нет такого состояния, что я голодная. Понимаете? Наоборот, я даже могу быть сытой. Я понимаю, что так, прошло 3 часа, и мне нужно съесть сейчас обязательно, например, медленный углевод и клетчатку. Соль нельзя первую неделю, вторую можно начинать чуть-чуть подсаливать. Но, понимаете, в чем дело, соль, она же задерживает жидкость. Вы вообще-то белый яд, и это правда. Все мощно убираем вообще, совершенно верно. Вы можете добавить соли немножко, чуть-чуть для вкуса. После того, как вы неделю ничего не добавляли, соль, и вы поймете, что соль, да, вот, вот это вот совсем маленькая вот эта вот щепоточка, такой, чем как-то вы даже пересолили. То есть настолько люди привыкли к тому, что у нас все соленое, перченое там и так далее. 3-4 часа, да, через 3-4 часа я питаюсь. И это обязательно нужно так делать, это правильно, и у вас не будет чувства голода, вы будете сыты всегда. Салат заправляю оливковым маслом, лимоном, вот такие заправки. Еще, знаете, очень мне понравился салат, я вчера вот делала, выкладывала как раз в инстаграм. Не, извиняюсь, секунду, пожалуйста. Делала салат из креветки, авокадо, огурца свежего, без кожуры заправила оливковым маслом, чуть-чуть посолила, просто супер. Очень было вкусно, невозможно, прям объелась этим салатом, была счастлива до безумия. А сейчас вечером приехала и съела, покупала себе хайнс, такую фасоль в томатном соусе, очень вкусно. Мне показалось, когда быстренько хочется что-то перекусить. Если я иду на дыре кому-то, да всегда можно найти то, что можно покушать, господи. Ну, прямо это же, вы понимаете, что это не такая будет супер-мега погрешность, если вы пришли, например, да, там, я не знаю, салат, какую-нибудь утиная грудка с зеленью, там, апельсином и заправлено каким-то сладким соусом. Ну, и кей, ну вы же не съели что-то сверхъестественное, вы не съели торт, например. Вот торт, если вы съедите, то это будет катастрофой. Последний прием пищи за 3-4 часа до сна. Я бы сказала, что это не диета все-таки, да, это правильное питание, но по калорийности своей, оно, как бы, выдерживает такую норму, которая позволяет вам не прибавлять в весе. Если вы двигаетесь, если вы подвижно ведете образ жизни, это позволяет скидывать вес. А заниматься спортом нужно, пресс качать с утра вы можете, хотя бы один раз в день, но вообще это очень дисциплинирует, когда вы это сделаете, вы поймете, что на самом деле вы можете это все делать. Запивать пищу категорически нельзя, вода за 15 минут до еды или через 15 минут после еды. А зачем вам нужны только овощи и творог? Вы понимаете, что вы себя ограничиваете, у вас такой огромный список продуктов, которые вы можете есть, и вы с ума сойдете, если вы будете только это есть. Наоборот, разнообразие. Согласна, это лучший метод похудения. Вот я считаю, что правильное питание – это просто здорово. А, кстати, говоря про то, как кормить малышку на правильном питании, у вас будет список, который я выложу в своем инстаграме. Вы берете этот список и можете проконсультироваться с врачом. А если у вас ребенок не реагирует на какие-то, там нет особенно таких каких-то вещей, которые тем более все такое считается маложирным, должно быть, не жареным, не пережаренным, то обязательно все будет хорошо с вашим малышом, и не будет у него ни вздутия живота, никаких проблем и аллергических реакций. Например, что я сегодня ела. Давайте сейчас посмотрим. Сейчас откроем. У меня макбук, у меня идет синхронизация с моими заметками. Секундочку, потому что я с вами говорю. Так, закрываем. Ну, например, не могу сейчас открыть. С утра я кушала, можно какой-то другой день, например, разложить. Сейчас, секундочку. Одну секунду. С утра я выпиваю стакан воды, через минут 25-30 я съедаю овсяную кашу на воде с этой недели. Я уже ее немножечко подсаливаю, мне это нравится, очень вкусно. Едем дальше. Потом я кушаю, например, смотрите, можете покупать пакетированные овощи все, да, вы берете их и смешиваете их, например, с медленным углеводом. Очень вкусно, очень вкусно, с киноа. Вы бросаете прямо на сковородку немножко оливкового масла, обжариваете, там, пропариваете эти овощи. Это может быть смесь, да, там, стручки или стручки, брокколи, цветная капуста, морковка. Добавляете туда киноа, перемешиваете. Класс, так вкусно, нереально, очень вкусно. Ну, это к примеру, да. Потом у вас может быть, это я приняла, значит, клетчатку и медленные углеводы, да. И потом вы кушаете, значит, что-нибудь из белкового, растительный белок, например. Это может быть киноа, это крупа такая, или булгур можете, да, взять, или черный рис. Киноа продается в очень многих магазинах, очень много киноа. Вы можете взять, можете прочитать в интернете, что такое киноа. Значит, потом я могу съесть, например, кусок мяса, да, или классно делать заготовки. У меня очень много, я сделала заготовок, куриные котлетки. А куриные котлеты вместо хлеба, чтобы они, как бы, держали, да, свою консистенцию, добавляешь туда вместо хлеба просто цукини или кабачок и одно яйцо. Все это перемешиваешь и потом в морозилку, а потом достаешь на пароварку. Так вот, можно, например, взять котлетки и сделать салатик. Помидоры, огурцы, к примеру, это может быть так. Что там еще? Ну, собственно говоря, вот. Можно съесть еще, например, растительный белок плюс овощи. Это может быть, например, нут или горох с овощами какой-нибудь, не знаю, что там вы себе придумаете. Все, что вам, все, что вашей душе угодно. Ну, примерно я сказала, да? Покажите, что я сама ем. Я думаю, что... Да, фотки. С ужином не сложно. Почему? Вы берете себе так же точно либо белок, либо растительное, либо берете яйцо. Отварили яйцо, например, два яйца с овощами, с салатом, пожалуйста. Или берете... Да это вообще-то несложно. Правильно совмещать главное. Главное не есть белки с углеводами. Вот это уже да. Сырые овощи можно на ужин. Да, вот по правильному питанию поэтому можно. Винегрет. В винегрете есть картошка. Картошку есть нельзя. Это крахмал. Желток не вытаскиваю. Прям целиком разбиваете, да? Тут лучше всего заготовки делать, особенно когда есть массаж. Про массаж и совмещайте. Особенно когда дети, да? Очень удобно. Заморозил себе, достал, поставил на пароварку. Все готово. И овощи туда бросил. Все что угодно. Расскажите, как... Так, про массаж я обещала. LPG я когда-то делала. Вы знаете, честно скажу, что особого результата не видела. Я очень люблю ручной массаж. Поэтому для меня вот этот аппарат, он какой-то очень странный. Ну, не знаю, если честно. Мне кажется, что ни одной LPG и ни один робот не заменит ручного массажа. Пресс-терапия. Ну-ка, расскажите. То есть лучше медленные углеводы и овощи, либо белок и овощи. Но не вместе белок и сложные углеводы. Совершенно верно. Творог ем. Творог ем и запеканку себя баловала. Запеканочка. Ну, творог можно. Мало, да, процента. Обезжиренный творог лучше не покупайте. Ну, вообще, зубы не отбеливала никогда. Вот, собираюсь это сделать. Фрукты, если вы хотите, в первой половине дня. Кроме бананов и винограда. Спортом еще не занималась особо. Плохо усваиваются белки с углеводами. Откладывается все. Очень тяжелой пищей получается. Пресс-терапия. Это лимфернаж только аппаратный. Почему-то я не знаю. Почему-то я люблю. Да? Но я не пробовала. Надо будет погуглить. Погуглю обязательно. В бассейн ходила в первые месяцы беременности. Вот, надеялась, что не поправлюсь. Но не срослось как-то. Нет, курочку... Вот, вы знаете, я неправильно сказала. Курочку с гречкой можно съесть. За сколько до спорта... Не понимаю, что за вопрос. За сколько до спорта и через сколько после. Кушать или что? Вы понимаете, что когда вы будете есть все, что вот в этом списке, у вас не будет болеть голова, потому что у вас будет попадать энергия, да, и калории от пищи, которую вы раньше не кушали. Ведь если вы последите, для чего нужен дневник питания, вы поймете, что вы в день не употребляете всего, что нужно. Вы можете там сесть, может быть, салат, может быть, еще что-то, но вы поймете, что нужное количество клетчатки вы не едите, нужное количество салата вообще, да, то есть как бы белок вы нужный, может быть, не кушаете, а он строит наш организм, да, белок, клетки, белка. Углеводы тоже, которые для энергии, особенно кто худеет, постоянно отказывается. Что-то интересное? Особенно кто худеет, постоянно отказывается от углеводов, от всех, да, и получается так, что голова не варит, и уже на третий день как раз вот это состояние может, ну, его в бане, то диета. Вот смотрите, я повешу список, да, так тяжело сейчас мне вам объяснить, есть список того, что, с чем можно совмещать. Дело в том, что есть крупы, которые углеводы, да, медленный углевод, он, эти крупы, их можно употреблять. Рис белый, например, кушать нельзя, он очень калорийный. Список есть, пересмотрите, пожалуйста. Наша запись идет, наша трансляция уже достаточно давно, если вы вернетесь назад или когда закончится эта трансляция, вы сможете посмотреть запись, там даже есть, показаны все таблицы, которые помогут вам держаться правильного питания, соблюдать его и худеть. Я обязательно выложу это в свой инстаграм, я вам пообещала уже десятый раз. За сколько до спорта, за час до спорта нужно кушать обязательно, за полтора, за два, даже так. Из сладкого я не кушаю пока ничего, потому что я не не держу вес, да, то есть, как бы, если бы я похудела, мне нужно было удерживать, я могла бы покушать что-то сладкого, сделать какую-то разгрузку, я буду кушать сладкое тогда, когда я похудею, вот. Ну что, дорогие, я думаю, что на сегодня хватит, обязательно вернемся к вопросам процедуров, будем говорить про разные кремы, и отвечу на все ваши вопросы. Муж ждет, дети спят, пионерский лагерь у вас. Все уже, отбой. Все расскажу про лицо в следующий раз. Обязательно расскажу, когда будет трансляция, хорошо? Дети, это прекрасно. Нет, оставайтесь. Пересмотрите, если вам нужно, я еще доработаю некоторые моменты, чтобы правильно ответить.